Когда весна медлительно, не сразу, нагреет землю и войдет в зенит, и ароматом полный до отказа над многоцветьем воздух зазвенит. Я ухожу один в степные дали, бездумно опускаясь на траву, и это мыслью назовешь едва ли в тени кургана грежу наяву. А надо мною в синеве бесплотной на ниточке весеннего луча трепещет жаворных беззаботный, как колокольчик радости звуча. Тогда душа светла и невесома, весь мир во мне и в мире я как дома. Стихи великого калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова и начали с этих строк мы фирмы не случайно, ведь сегодня отмечается День калмыцкой поэзии. И на этой поэтичной волне мы начинаем наступивший день. На календаре 13 марта, день недели среда, вы проснулись, смотрите «Утро Якутии», а новый день вместе с вами встречаю я, Павел Танин, и команда нашей программы, которая, как всегда, приготовила много интересного и полезного для вас. Но не будем раскрывать все карты, впереди у нас почти целый час пробуждения, а начнем мы это пробуждение, как всегда, с утренней зарядки. Здравствуйте, меня зовут Павлова Евгения, я старший тренер клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы покажем вам разминку, а вы сможете повторить ее дома. В этом нам помогут воспитанницы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем. Приготовились. Ноги на ширине плеч, руки на пояс, наклоны головы. Можно вперед и я, раз, назад, два, в сторону, три и четыре. И вперед пять, и шесть, и семь, и восемь. Круговые я, раз, два, три, четыре. И в другую сторону, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо. Плечи и, раз, круговые, два, и три, и четыре. Другая, пять, и шесть, и семь, и восемь. Две, раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, и семь, и восемь. Хорошо. Волны к себе можно. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Наклон вперед, и раз, прогнулись назад, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо. Пружинка, готовые ручки в замок. Можно и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мельница, и раз, и два, и три, ручки тянем, четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо выросли. Три, четыре. Ножки вытянули, ручки поставили сзади, лопатки собрали подбородок выше, ножки на себя натянули, растопочки пошли. И два, вперед, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Держим на себя стопочки. Раз, два, пяточки отрываем от пола. Четыре, пять, стараемся, стараемся, шесть, и семь, натянули стопочки, восемь. Хорошо. Волны, ручки в стороны, готовы. И раз в складочку, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Сложились в складочку. Расслабляем под коленкой на правую ножку. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Сидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сошли. Восемь. Другая ножка. Три. Переход. Четыре. И раз, два, три, четыре. На расслабление. Пять, шесть. Расслабляемся. Семь, восемь. Стали. Три. Четыре. Делайте эти упражнения по мере своих возможностей. Они вам помогут взбодриться и поднимут вам настроение. Спасибо. Залогом постоянной бодрости может служить не только зарядка, а в целом приверженность активному образу жизни и активному отдыху в частности. Не далее, чем позавчера мы рассказывали вам о прелестях отдыха на горнолыжных курортах. Сегодня продолжим эту тему. Владивосток – еще один магнит для туристов со всей страны. И вот где там можно покататься на горных лыжах и сноуборде, узнаем у Лианы Михайловой. Ежегодно в Владивостоке с ноября по март продолжается сезон горнолыжного катания. Дальневосточные базы отдыха предлагают широкий выбор трасс для начинающих и опытных сноубордистов. Есть возможность принять уроки у профессиональных инструкторов, а также арендовать необходимое снаряжение. Для тех, кто предпочитает более экстремальные виды спорта, здесь есть возможность прокатиться на снегоходах или совершить прыжки с трамплинов. Можно не только учиться и кататься на сноуборде, здесь есть также и тюбинг-парк, есть коньки. Люди свободно могут сюда приехать, взять это все дело в прокат. Все это на самом деле очень доступно и легко это все сделать. Почему стоит заниматься активным видом спорта? Ну, как минимум, потому что это укрепляет не только круг, но и тело. Но это весело, всегда весело. Зимний вид спорта всегда веселый. Самым важным элементом экипировки для сноубординга является доска. Она представляет свою многослойную конструкцию с металлическим кантом по периметру нижней части. А также базовые элементы экипировки это ботинки, шлем, крепление и маска. Одежда для данного вида спорта должна быть теплая, непромокаемая, а также многофункциональная. Несмотря на свое удаленное расположение, горнолыжные базы в Владивостоке пользуются большой популярностью не только среди туристов, но и среди местных жителей. Ведь здесь можно не только насладиться зимними видами спорта, но и насладиться красивыми пейзажами и чистым воздухом. Каждый, кто впервые знакомится со сноубордом, должен соблюсти ряд правил и много практиковаться. Сноубордом занимаюсь четвертый год. Комету очень любим, потому что рядом с городом это самый лучший курорт, здесь недалеко. Но чтобы хорошо кататься, нужно накатывать, иметь накат, стараться надо. И это действительно очень тяжелая работа. И все получается. Лучше, конечно, к сноуборду подходить уже подготовленными, на чем-то до этого кататься. К примеру, самое лучшее – это подготовительное, скажем так, это скейт. Если вы немного научитесь кататься на скейте, на сноуборде будет уже гораздо легче кататься. Столица Дальнего Востока всегда радует своих гостей живописными видами и разнообразными возможностями для активного отдыха. Город стоит посетить, чтобы окунуться в атмосферу зимних развлечений и получить незабываемые эмоции. Леана Михайлова, Владивосток. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они не терпятся уже рассказать нам о последних новостях. Доброе утро. Далее расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Более 75 километров газопровода Кызыл-Цир-Мостах проложили в Якутии. На сегодняшний день на объекты проводятся земляные и сварочные работы. Параллельно ведут пневматические испытания сваренных отрезков газопровода. Сам проект один из самых крупных газовой отрасли региона за последние 10 лет. И завершение его строительства должно значительно повысить надежность, безопасность и бесперебойность газоснабжения Якутска в центральных и заречных районах республики. Тем временем в Ленске продолжаются работы по сносу аварийного жилья. На сегодняшний день из 97 пустующих домов снесена лишь одна часть. В районе улиц Орджоникидзе и Дзержинского линчане наблюдают руины. Дома снесены, но то, что от них осталось, так и осталось. Подрядчик при этом рассказал, что в ближайшее время сам строительный мусор будет вывезен, а проблема эта возникла из-за корректировок в контракте. Программа о переселении в районе реализуется с опережением. В связи с этим количество пустующих домов растет, а средств на снос выделяется катастрофически мало. В этом году из бюджета района дополнительно на эти нужды будет направлено 47 миллионов. Этих средств хватит на снос 22 домов. Этого, конечно, будет недостаточно, учитывая общее количество. Но надеемся, получится торговка, надеемся, получим еще поддержку с района, чтобы все-таки все дома в городе снести. Вы видите, в центре города мы освободили земельные участки. Сейчас сносим дома в начале этого года, остальные снесем, вывезем гаражи для того, чтобы освободить центр города под застройку. По всей Якутии ведутся работы по вывозу снега с улиц населенных пунктов. Не стал исключением и Вилюиск, где работы по вывозу снега начались уже в начале февраля. Вывоз снежных масс производится техниками компании Вилюид, а также Рикавтодор. Всего на улицах работает более 10 единиц техники. Вывоз производится за пределы города, на оборудованный полигон, на месте старой городской свалки. Всего на текущий период запланировано вывозка 16 тысяч кубов снежных масс. На сегодняшний день с улиц вывезено уже более половины всего объема. После того, как мы вывезем основную часть снега с указанных улиц, мы также пройдем с вывозка и по другим улицам, которые менее короткие, но тоже немаловажные. После очистки указанных улиц мы также с подрядчиками будем ввозить снег с низменных локаций нашего города, где традиционно образуются большие лужи, которые у многих на устах стали плечи, возиться. Будет осушение этих низменных локаций, поэтому работа в этом году должна быть усиленная. В Амгинском районе прошел муниципальный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных учреждений, посвященный в году Алан-Хо в Амгинском районе и 65-летнему юбилею детского сада «Радуга». Сам конкурс прошел в два этапа. Первый был отборочный, он прошел в заочном формате. Ну а второй этап в вочном, где участвовали семь команд из дошкольных образовательных учреждений района. Так, педагоги участвовали в показе мод в образе героев Алан-Хо, нарисовали и защитили рисунки на тему Алан-Хо-Ниргун-Бутор, презентовали якутские музыкальные инструменты из бросового материала, участвовали в эстафете, флешмобе, а также отвечали на викторину. Наверное, удивляются, что русскоязычный детский сад проводит именно праздник Алан-Хо. Но я всегда говорю, что мы живем в Якутии, мы живем в Амгинском улусе, мы живем в Амге. И должны чтить и помнить своих предков, свои обычаи, свои традиции. И сегодняшний этот конкурс показал нам многое, насколько все педагоги талантливы, творческие. Мы посмотрели несколько этапов, и в этих этапах отразилось творчество воспитателей, их любовь к своей родине, к Амге, именно к традициям земли Алан-Хо. Утро Якутии. В Свердловской области выберут самое трезвое село. Призовой фонд проекта «Здоровое село. Территория трезвости» в этом году увеличен с 1,5 до 10 миллионов рублей. Решение принял глава региона Евгений Куйвашов. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию ранее заявил о новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». В его рамках в стране появится новый вид налогового вычета. Его смогут получать граждане, активно следящие за здоровьем и занимающиеся спортом. Каждый помнит шутку «Бросай пить, вставай на лыжи». Момент настал, отметил глава государства. Он предложил каждый год в регионах страны, особенно в малых городах, строить не менее 350 спортивных объектов. И сегодня у нас в гостях председатель комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства, Общественной палаты республики, председатель Якутского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело» Елена Колесникова. Елена Карловна, доброе утро. Доброе утро. Есть ли у нас какие-то денежные... Ну, вообще история про трезвые населенные пункты в Якутии на самом деле не новая, потому что уже 10 лет прошло, если не больше, как потихонечку эта история начала двигаться. Есть ли у нас какие-то денежные стимулы для территории, которые объявляют себя территорией трезвости? Вы знаете, к сожалению, у нас нету как таковых. И вы привели Свердловскую область в пример. А я хочу сказать, что, например, в Башке на конкурс территории трезвости трезвых сел выделяется 48 миллионов. Это только бюджет призовой. То есть там три номинации, в каждой номинации по три села получают такие прям очень хорошие выплаты на строительство социальных объектов, на улучшение какой-то социальной инфраструктуры. То есть, к сожалению, у нас не так еще это развито в плане помощи трезвым селам. И вот мы как раз двигаем все время эту тему для того, чтобы у нас по подобию вот этих регионов также запустили подобный конкурс. На сегодняшний день у нас в Якутии 205 трезвых сел. Это 35% всех сел в республике. И основными инициаторами такого ограничения, конечно, являются местные жители. Потому что они понимают, что для их благосостояния, для их улучшения жизни во всех сферах необходимо, конечно, ограничение. То есть правильно я понимаю, что в Якутии трезвость, она какие-то денежные вливания условно в населенный пункт особо не приносит? Или все-таки какая-то помощь показывается? Там есть. То есть, например, если село имеет статус, где введен полный запрет, но мы их называем трезвые селы, введен полный запрет продажи алкогольной продукции, то у них есть дополнительные баллы при подаче документов на строительные социальные объекты. Но это очень небольшая коллекция вложения в развитие этого направления. То есть, условно, та же Башкирия, непосредственно деньги какие-то получаются, а тут просто как бы какой-то приоритет при распределении финансовых средств. Но с другой стороны, можно считать, что тогда наши селы делают этот выбор прям осознанно. Это осознанный выбор. Нет, это меркантильная составляющая, скажем так. Да, я могу сказать, что мы же этим занимаемся очень активно, ежегодно мы ездим, мониторим, мы общаемся с жителями. Я могу сказать, что поддерживают это решение, например, глав или депутатов, от 75 до 95% всего населения наследовали села. А вообще феномен трезвых сел, как он появился и за счет чего он популярностью, если это можно так назвать, обрастает? Вы знаете, это удивительная вообще история на самом деле. И уже многие ученые этим интересуются. Как так в Якутии такое движение трезвых сел появилось? Но на самом деле оно же даже не 10 лет. В 2015 году была введена норма в действующий республиканский закон, где позволили депутатам сел выходить с такой инициативой. Но еще у нас есть даже такой грант Иннокентия Сергучева. В 1974 году он сделал свое село, Джобыльский наслед, трезвым селом. И все тогда увидели невероятный просто успех вот такого направления политики. То есть это было тоже таким, знаете, там 40% мужчин были алкоголики. Там было невероятно огромное количество преступлений. После того, как были введены нормы ограничительные, то есть они сами договорились. Это очень высокий уровень с организацией у нас в республике. Вот это такой, знаете, один из вехов, показатель, что мы можем самоорганизовываться таким образом. И то есть село стало просто, как на 180 градусов повернулось, там по правопорядку оно самым лучшим стало в республике. Там стала действительно очень высокая производительность. Много-много-много-много положительных таких примеров. Вот вы упомянули цифру больше 200 у нас сегодня. 205. 205 сел. А вообще, какова динамика, насколько сильно увеличивается ежегодно, может быть, количество таких территорий, да, где вот полный запрет на продажу введен? То есть, может быть, это был такой всплеск в начале и сейчас так потихонечку? Ну да, да, потому что до того, до принятия этого закона у нас были села, которые хотели самостоятельно ввести эту норму. Ну, у них там были какие-то проблемы с прокуратурой, с правоохранительными органами. Вы знаете, когда, да, только ввели эту норму, это какой-то пошел всплеск, потому что все те, кто хотел, они как раз воспользовались этой возможностью, которую им дали депутаты нашего ЛТМН. И, ну, в первые годы, в несколько лет, был большой всплеск. И сейчас потихоньку уже, потихоньку-потихоньку их количество нарастает. Но мы ездили, вот в прошлом, несколько лет подряд ездим по районам, где наибольшее количество трезвых сел, я могу сказать, что там очень много неформальных территорий трезвости. То есть, такое есть предположение, конечно, нужно делать исследование, что у нас, наверное, 30% все-таки больше, чем они идут по такому юридическому статусу. То есть, как бы, по факту, опять же, там жители сорганизовались, просто юридически это нигде не закреплено. Да, да, то есть, они видят положительный пример своих соседей. Ну, вот говоря про положительный пример, мы, в принципе, да, затронули вот тему, опять же, что у нас там какая-то помощь в плане развития. А вот какой-нибудь, может быть, конкретный пример или несколько из тех населенных пунктов, которые, ну, вот, там, в году 2016-2017 стали трезвыми, как жизнь именно вот муниципалитета изменилась? Ну, кардинально. То есть, ну, например, мы ездили в прошлом году в Намский район, в трезвые села Намский, Мегиноконголовский район. Вы знаете, какие у нас села самые успешные в республике? По всем там показателям, по экономике, по там благоустройству. Впереди только трезвые села, я могу сказать. Вот, например, село Парцизан, там три года, оно считается самым лучшим селом республики, по всем показателям. И там три года нет совсем преступления. На тысячи человек там нет преступности. В позапрошлом году мы были в Булгунихтахе, но это понятно, что такая мека туристическая. Там все равно есть там распитие и какие-то такие моменты, связанные с алкоголизацией. Ну, заведения, опять же, если это туризм. Да, ну, они далеко, они в 10-15 километрах от самого Булгунихтаха, но, просто послушайтесь, на полторы тысячи человек, там ни одного ребенка не стоит на комиссии КДН. Вообще нет ни одного. И это вообще везде показали. Там почти нет преступности, потому что у нас основные преступления, тяжкие, особо тяжкие, против жизни и здоровья совершаются с не алкогольными пинами. То есть мы как бы можем не просто, да, как-то абстрактно говорить, что вот там трезвые села, это хорошо, прям статистически уже можно проследить. Еще, то есть, очень часто бывает такое, что говорят, что магазины будут скрываться, ну, невыгодно торговать социальными продуктами, ну, алкоголь как бы эту маржу закрывает. Но на самом деле количество вот этих магазинов, то есть экономика растет, значит, количество магазинов в 2-3 раза увеличивается. Почему? Потому что люди, во-первых, перестают спускать деньги на алкоголь, они начинают больше работать, больше зарабатывать, и они вкладывают. То есть деньги никуда, значит, если они не идут в алкоголь, значит, они идут в другие отрасли. В сельское хозяйство, в фермерство, значит, они поддерживают там своих, тех же соседей, которые приносят в магазин, там, свою фермерскую продукцию. И оно начинает развиваться. И на самом деле совсем другая тенденция. То есть опять же уже какой-то эффект домино присутствует, да, что мы здесь бросили фишку, и дальше оп-оп-оп, и развитие опять же экономическое. Ну вот так тут, как, наверное, даже не то, что из моей жизни, да, но случай, вот в свое время, как и коллеги, это вот, когда только вся в Якутии у нас начиналась история с трезвыми селами, был небольшой скепсис, потому что некоторые населенные пункты, вот, грубо говоря, стоят один на горе, другой под горой. Вот этот трезвый, здесь нетрезвый. Пройти там гора 150 метров, и ты уже не в трезвом селе можешь купить. Вот такие случаи встречаются? Да, конечно. Ну, например, я вот ездила недавно в Намский район, большинство людей там, да, большинство поселений там, там нет продажи алкоголя. Но я обратно, когда ехала, ко мне присели люди, чтобы добраться и купить себе алкоголь. Но мне так было интересно, я их, конечно, расспросила, как и что это. Вы понимаете, доступность, самое главное, и ВОЗ об этом говорит, что когда мы уменьшаем доступность, уменьшается резко алкоголизация населения. И это в первую очередь работает на молодежь. Мы должны понимать, что мы не можем вот так, розчарком пера, всех сделать там трезвыми. Там все равно будут люди, которые употребляют алкоголь, там все равно будут алкоголики, если их не лечить. Но их просто там в десятки раз, в десятки раз, значит, уменьшается. И я, когда разговариваю с главами этих сел, они говорят, что они прям работают. У них уже четко идет работа с конкретными проблемными семьями, с проблемными людьми. Они не пытаются закрыть все проблемы, преступность, куча разных неблагополучия, а именно вот уже точно работают. То есть тут уже вопрос больше про исключения не справился. Ну да, и еще у нас было исследование, социологическая группа Циркон, они ездили в Бескюль, горного района, изучали это село. В 2012 году это село было прямо вымирающим. И они вот, население начало потихоньку-потихоньку внедрять. Они там тоже боролись с прокуратурой и так далее. И в 2017 году, когда было исследование этого села, оно, значит, по всем показателям, стало одно из самых лучших сел Якутии. По уровню предпринимательской деятельности, по уровню, значит, сельхозтехники на душу населения. И там на маленькое село 700 человек, 15 организаций общественных, которые очень активно работают. И это было вот вымирающим селом, прям совсем вымирающим. И оно стало процветающим. То есть такая прям метаморфоза глобальная. Не, ну отрадно вот слышать, что все-таки, да, механизм работает. Потому что, ну, грубо говоря, в бытность мою новостной журналистики это вот все только начиналось. Сейчас, спустя 10 лет мы разговариваем. Когда это начинается, это еще не отработанный механизм, еще непонятно, как эта методика будет нарабатываться. Но на сегодняшний день в Якутии мы уже отработали основные этапы, алгоритмы, которые мы можем, в принципе, передавать, даже масштабировать на другие регионы. А вот, как бы говоря про масштабирование, да, вот вы как раз упомянули, сегодня наш опыт. То есть мы поговорили про Башкортостан, Свердловскую область, где прям конкурс, да, с денежным там фондом, каким-то. А где есть ли регионы, которые по пути Якутии сейчас идут? То есть нету как такового конкурса денежного, но вот есть какие-то там... Это Бурятия, они прямо тоже так же фиксируют эти трезвые села, юридические у них в законе. Я лично их, значит, консультировала, ну, потому что, как бы, весь процесс изнутри я понимаю, и они вот, у них на сегодняшний день несколько сел формально, юридически закреплены в законе, и порядка 19, которые вот неформально, скажем так, там фактически нету продажи, но там еще пока юридически. Ну и завершая беседу, немного отойдем именно от трезвых сел, не можем не затронуть, там, вот эту актуальную на сегодняшний день для многих, ну, скажем так, хайповую, почему скажем, действительно хайповую тему с Бапахом и П. Борисовым. Что вообще думаете по этому поводу с этой всей резонансной историей? Слушайте, ну это алкогольная продукция, да, у нас не алкогольная продукция, это до полтора градусов. Значит, наши депутаты исследовали 5 градусов, это все-таки под алкоголь приходится. И мы должны понимать, что любой алкоголь, он продается в специализированных условиях. То есть они это, значит, избежали. Во-первых. Во-вторых, это, ну, грубо говоря, обман потребителей. И, к сожалению, я видела тоже таких детей, которые употребляли этот Бапах. То есть в первую очередь это было направлено на алкоголизацию наших детей и подростков. То есть они считали, что, ну, такой безобидный напиток, но на самом деле это, как говорится, первая ступенька для того, чтобы входить в пьянство и алкоголизацию. То есть дети не понимали, что это такое, и начинали употреблять. Ну и другие, конечно, взрослые тоже. То есть больше такая история с вводом в заблуждение? Да, ну, получается, что так, но нужно еще не забывать, что это, в принципе, даже до уголовной ответственности. Потому что у нас, значит, если начинают детей водить потребление алкоголя, это у нас по уголовному кодексу наказание. Ну, тут уже, наверное, компетентные органы будут разбираться. Елена Карловна, спасибо за эту беседу, очень интересную. Вот не ожидал даже, что мне так приятно будет на эту тему поговорить, потому что, ну, опять же, какая-то ностальгия прохлынула из прошлой, да, профессиональной деятельности. Успехов вам в работе, хорошего, конечно же, дня. Ну, а мы продолжаем. И вот говоря про трезвость, если вы не приверженец прям трезвости-трезвости, и дни после праздников вам даются тяжелее, чем до праздников, то вот наша рубрика «Мой доктор» сейчас подробно расскажет, что же в это время происходит с вашим организмом. Доброе утро! Похмелье — это последствия алкогольного отравления организма, когда в кровь попадает слишком много этилового спирта. Различные системы, в первую очередь печень, запускают процессы, призванные обеспечить нам детокс. Это может выглядеть так, словно организм решил самоуничтожиться, но на самом деле он просто выполняет свою работу и делает все, чтобы вы смогли открыть глаза на следующее утро. Печень активно разваливает этиловый спирт, почки выводят продукты распада вместе с мочой, часть выходит с потом. Но если все работает, почему на утро все равно так плохо? Состояние алкогольного опьянения характеризуется тем, что этанол — это первичный компонент алкоголя, нарушает взаимодействие нервных клеток между собой, хотя все детали действия алкоголя на биохимическом уровне остаются достаточно неясными. Самая убедительная теория на данный момент заключается в том, что похмелье возникает из-за накопления в организме ацетальдегида, это токсичное соединение. Алкогольные напитки способствуют усиленному выведению жидкости из организма, от этого сушит во рту и сильно болит голова. В первую очередь такая реакция связана с гормональной перестройкой. Одним из гормонов, регулирующих водно-солевой баланс в организме, является вазопрессин. Он вырабатывается в задней доле гипофиза, и основная его задача — задержка жидкостей для обеспечения нормального протекания физиологических процессов в клетках. Под воздействием алкоголя выработка этого гормона тормозится, что приводит к бесконтрольному выведению воды. Вторая причина обезвоживания — это нарушение обратного всасывания в почечных канальцах. Дело в том, что почки фильтруют кровь таким образом, что основную часть жидкости, уже очищенную, возвращают назад в кровяное русло. Под влиянием алкоголя этот процесс нарушается, и в мочевой пузырь сцеживается больше обычного. И, наконец, третья причина дегидроцации — это рвота, которая часто бывает при алкогольной интоксикации. С рвотными массами организм теряет много жидкости. Контролируйте себя и будьте здоровы! Мы продолжим тему здоровья. Весна, хоть и радует нас теплом и солнцем, в это же время увеличивается число заболеваний различными респираторными вирусными инфекциями. Чаще всего это простуда или грипп. И сегодня в нашей рубрике «Ароматы утра» узнаем, при помощи каких ароматов можно устроить профилактику заболеваний. Доброе утро, Республика! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня я вам расскажу, как с помощью ароматов можно провести профилактику различных заболеваний, таких как ОРЗ и ОРВИ, потому что сейчас начался сезон такой холодный, когда мы все этому подвержены. Многие помнят, как в детстве нам вешали на шею кулончики, в которых был зубчик чеснока, который должен был отгонять все болезнетворные бактерии. Но когда мы выросли, сейчас очень трудно представить, как мы идем на работу, источая запах чеснока. Поэтому этот лайфхак можно заменить другим и использовать приятные аромомасла, которые обладают натуральным антисептическим действием. Это, например, такие масла, как чайное дерево или, например, можжевельник. Можжевельник приятно и очень натурально пахнет. И также этот аромат можно использовать как в моноварианте, так и смешать его с такими, например, ароматами, как эвкалипт или корица. Корица еще и придаст вам новогоднее настроение и будет вас радовать в течение дня. Этот аромат вы можете нанести как на себя, так и добавить в аромакулончик, который вы можете повесить на шею себе или своему ребенку. Помимо аромакулончика, вы также можете нанести аромат на свою кожу. Вы можете нанести его как где-то возле лица, в районе шеи, так же и на запястье, чтобы когда вы жестикулировали, этот аромат создавал облачко вокруг вас, которое вы будете вдыхать. А садоводы тем временем готовятся к предстоящему сезону выращивания различных культур. Но даже те, кто не является приверженцем подсобного хозяйства, вполне вероятно выращивают дома обычные комнатные растения. И весенний период – отличное время поухаживать за ними, в частности, заняться пересадкой. Как правильно это сделать, узнаем далее. Рео разноцветное, что оно вот такое замечательное, и что ему тесно вот в этом вот горшке. Да, в этом горшке ему очень тесно. Сейчас мы его будем пересаживать, да. Оставим, получается, пересадим, его у нас будет в двух горшках у нас будет наша Рео. Мы просто вытряхиваем из горшка наше растение. Как это мы делаем? Я обычно использую ложку, да. С другой стороны ложки мы вытаскиваем, получается, наше. Так, ну, в общем, проходимся, получается, по краю горшка, для того, чтобы наша земля уже сдвинулась. И немножко начинаем постукивать. По горшочке. Да, по горшочке постукиваем, да. И, соответственно, мы вытаскиваем. Ух ты! Как видите, я убираю с растения наш керамзит, да. Керамзит должен быть всегда в комнатных растениях, да. Всегда нужно использовать керамзит, потому что для того, чтобы вот обезопасить наши цветы от перелива. Если мы переливаем, да, то, соответственно, вода, она скапливается внизу горшка. Либо же необходимо использовать специальные такие горшки, да. Но мы пользуемся обычным горшком. Да, мы освободили наш цветок, да. Теперь осторожненько мы убираем, получается, земляной ком. Отделяем все наши корни, да. Видите, хорошая такая у нас корневая система, да. Смотрим на наши корни, есть ли здесь у нас нагниение или нет, да, загнивание корней. Ну, как я вижу, да, корни у нас все в целости и в сохранности. То есть растение у нас здоровое. Так, теперь наполняем, берем наши горшочки и будем наполнять их керамзитом и также будем наполнять их нашей землей. Я использую также удобрение ЦИОН. Использую его, допустим, желательно, конечно, припудрить корни, да. Потому что это вот новая такая технология. Этого удобрения, оно долгоиграющее. То есть его хватает, получается, на несколько лет. Можно после вот данного удобрения абсолютно ничего не добавлять, никакие подкормки и так далее. Делаем такие ямочки, да, и, соответственно, проливаем сначала. Мы их проливаем, наши ямочки, и уже будем сейчас высаживать наше растение. Соответственно, мы высаживаем наше, да, высаживаем наше растение. Так, нужна будет ваша помощь, да. Так, я должна подержать. Да, да, необходим. Тут надо сделать еще больше углубления, потому что горшочек. Так, надо будет подержать и прибавить грунт. Да. Давайте я его держу. Да, подержите, пожалуйста. Вот так вот. Да, мы добавляем наш грунт. Грунт, он весь подготовлен. Потом мы обязательно проливаем, опрыскиваем и ставим пока на прохладное, подальше от солнечных лучей. Место. Место, да. Ну а сегодня мы не можем представить свою жизнь без интернета как главного источника новостей. Десятилетия назад это почетное место занимало телевидение, еще раньше радио, но до всего этого у людей были газеты, которые, к слову, до сих пор не теряют свою актуальность, хоть и востребованность их заметно уменьшилась, если говорить непосредственно про сами бумажные носители. А так, конечно, сегодня газетные редакции активно интегрируются в цифровое пространство при помощи различных сервисов и платформ. К чему все это? К тому, что в этот день, в 1917 году, свет увидел первый выпуск одной из главных газет страны «Известия». Получается, издание перешло свой вековой рубеж и сегодня также активно продолжает снабжать информацией россиян. О том, какими еще событиями знаменателен сегодняшний день, узнаем далее. На календаре 13 марта. Сегодня национальный день тайского слона. По народному календарю Касьян-Високос. Этот день в истории. В 1781 году астроном Уильям Гершель открыл уран. В 1845 году впервые исполнен скрипичный концерт минор Мендельсона. В 1882 году убит российский император Александр II. В 1917 году в этот день вышел первый номер газеты «Известия». В 1995 году, 13 марта, Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обед целомудрия». В этот день родились. Антон Макаренко, советский педагог, писатель, автор педагогической поэмы. Ирина Бугримова, советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщица. Сергей Михалков, советский поэт, писатель, баснописец, общественный деятель. В этот день также родился Давид Кугультинов, советский калмыцкий поэт, народный поэт Калмыкии. Игорь Кио, советский артист цирка. Ильзианец, народный артист России. Ирина Алферова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Именины сегодня отмечает Иван. Как только что было сказано, сегодня в Таиланде отмечают национальный день тайского слона. На протяжении многовековой истории этой страны слоны остаются символом божества и к ним относятся с большим уважением. Являясь национальным животным Таиланда, слон даже был изображен на первом официально утвержденном флаге страны. Интересно, что очертания карты Таиланда напоминают голову слона. Тайцы уверены, что голова воображаемого слона покоится в центральной части, уши повернуты на север и восток, а хобот простирается далеко на юг. А говоря про дату празднования, именно 13 марта 1963 года Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства. Очень сложно переоценить роль слона в истории Таиланда. С давних времен слоны помогали тайцам возводить храмы и города, сражались вместе с ними в войнах, были незаменимы на полях в период посевов и уборки урожая. А сейчас слоны являются достопримечательностью для туристов, играя важную роль в сфере туризма страны. Наиболее ценными и священными считаются белый слон. Как только этот редкий экземпляр обнаруживается, он сразу становится собственностью правящей монархии. В день тайского слона в разных провинциях Таиланда оборудуются огромные площадки, где все желающие могут увидеть этих мощных животных. Во время празднования головы, бивни и ноги слонов украшают разноцветными попонами, а виновников торжества развлекают музыкой и угощают огромным количеством фруктов и овощей. Особенное удовольствие вызывают у них целые фрукты, замороженные в кубы льда, которые помогают им охладиться во время жары. А весна – это хорошее время обновить свой гардероб или хотя бы пересобрать его, начиная убирать зимние вещи, которые уже точно не понадобятся до следующей зимы. Те же, кто желает гардероб именно обновить и приобрести новые аксессуары, элементы одежды, могут столкнуться с муками выбора – цвет, фасон и прочие параметры. Помочь с выбором предметов гардероба призвана наша рубрика «Мода и стиль». Сегодня поговорим про базовые вещи. Меня зовут Люба Платонова и сегодня с рубрикой «Стиль» поговорим про базовый гардероб. Так как я работаю персональным стилистом очень много лет и собрала большое количество базовых гардеробов, и женщины часто совершают такую ошибку, что покупают какое-то яркое, красивое платье в пайетках, но потом в нем некуда особо ходить. А именно мимо каких-то базовых классных вещей, которые будут служить очень долго и подойдут под разные образы, проходят мимо. Первое, о чем я хочу сегодня поговорить – это черная классическая юбка. Казалось бы, нам из года в год говорят, что черная классическая юбка должна быть в вашем гардеробе. Но какая она должна быть сейчас? Стильная и современная. Во-первых, лучший фасон, который подает абсолютно каждой девушке в любом комплекте, в любом возрасте – это юбка-силуэта ниже колена, которая будет прекрасно подчеркивать фигуру, даже если вы девушка плюс сайз. При этом эта юбка будет максимально сочетаться и в спортивных образах, и в кэжу, и даже, может быть, куда-то на вечеринку. Я вам сейчас это покажу на своей модели. Такая юбка – это спасение для офисного гардероба. Здесь может быть жакет абсолютно любой формы, абсолютно из любой ткани. Здесь мы, конечно, взяли кожаный, такого красивого шоколадного оттенка, как и риска молочная, что очень идеально подходит нашей модели, с базовым черным лонгсливом. Понятно, что любая цветовая гамма здесь может присутствовать. Здесь могут быть и ботинки, и простые лоферы, и какие-нибудь интересные балетки. Сумка для офиса хорошей стандартной формы, либо квадратной формы, либо более такой объемной. Это тоже в зависимости от ваших пожеланий. И вот такая юбка идеально вписывается в базовый офисный гардероб, потому что она не мини, хорошей длины, отлично подчеркивает фигуру. Если, допустим, есть небольшой животик, вы можете лонгслив взять более свободной формы и прикрыть животик в районе бедер. Вот такой длины выбирайте. Ну и накидывайте жакет для того, чтобы смотреться более презентабельно. Такие юбки еще прекрасно смотрятся со спортивными свитшотами, балахонами, худи. Знаете, сбивает с них такую официальную спесь. И, кстати, обязательно бы сюда вместо каблучков надеть какие-нибудь кеды, кроссовки, или же ботинки в таком стиле, как военном. Очень удобная обувь, кстати, для якутска. И так можно пойти куда-нибудь, выпить кофе с подругой в кино по своим делам. Но для того, чтобы не терять градус женственности, добавьте, пожалуйста, какие-нибудь аксессуары, бусы, чокеры. Всего этого в избытке. Возьмите большую сумку для того, чтобы вместить туда всю свою жизнь и пойти завоевывать этот мир. Такую юбку еще, конечно же, можно надеть на вечеринку, на какое-нибудь мероприятие, где не сильно праздничное такое мероприятие. Это вечер-пятница, пойти к кому-нибудь в гости или забежать в бар с подружками. Чем мы эту юбку сегодня смиксовали? Это лонгслив с перьями. Кстати, здесь перья съемные, этот лонгслив потом можно будет носить и в обычной жизни, потому что я за разумное потребление. Но самой фишкой, конечно же, здесь выступают сами украшения. Добавьте побольше страз, какие-нибудь активные серьги, золото или серебра в таком цвете. Маленький небольшой клатч или ироничная сумочка, но и обязательно небольшой каблучок для того, чтобы всему этому образу придать такой женственности и игривости. И эта юбка получается в пир в мир, в добрые люди. Еще одно из моих любимых сочетаний добавить свитер оверсайз, легкий оверсайз или макси оверсайз, тоже решать вам с классической нашей любимой уже юбкой. Цвет свитера может быть абсолютно разный. Выбирайте комплементарные вам цвета. Это могут быть фиолетовые. Кстати, желтый сейчас на пике популярности. Рекомендую его обязательно примерить на себя, посмотреть, как он на вас смотрится. Ну и обязательно добавьте какие-нибудь интересные аксессуары. И ваш образ станет более запоминающимся, комфортным и интересным. Так что все бегом за хорошей классической черной юбкой а-силуэтом. С вами была Люба Платонова, стилист и персональный шопер. Будьте стильными всегда! Еще один из элементов одежды, который в нынешнюю погоду, наверное, уже совсем скоро будет актуален, это меховые наушники. А знали ли вы, что их придумал подросток? В 1873 году 15-летний Честер отправился кататься на коньках. История такая классическая. Было холодно, у него ужасно замерзли уши. Другие дети обматывали лицо и уши шарфиком. Но Честер ненавидел кусающуюся ленту из грубой шерсти. И ему пришлось вернуться домой. А по пути он придумал решение своей проблемы. Взяв в сарае мягкую проволоку, он выгнал из нее небольшую дугу с кружками на концах и попросил бабушку помочь ему с обшивкой кружков, чтобы получились мягкие чашки, утепленные бобровым мехом снаружи и обитые мягким бархатом внутри. Самодельные меховые наушники произвели на его друзей огромное впечатление. Практически все дети стали просить у своих родителей такие же. Далее он усовершенствовал свое изобретение, чтобы они были удобнее. И 13 марта 1877 года получил патент. Вскоре он основал фабрику свою по производству этих наушников, ежегодный выпуск которых уже в 1883 году составил 30 тысяч штук в год. А в 1937 году, когда Честер Гринвуд, окруженный детьми и внуками, в возрасте 79 лет отошел в мир иной, его фабрика выпускала более 400 тысяч наушников в год. К тому моменту на его счету было 130 серьезных изобретений, защищенных патентами. Одно из них, и одно из самых известных, это чайник со свистком. Но наушники всегда оставались его любимым детищем. В Фармингтоне, на родине Честера, где проживает более 8 тысяч человек, проходит парад и народные гуляния, все участники которых, не исключая собак и лошадей, щеголяют в изобретении Гринвуда в защитных меховых наушниках. Вот такая интересная история про, казалось бы, такой вот обычный аксессуар. Ну а прямо сейчас наши коллеги не менее интересное расскажут. Передаем им слово с последними новостями. Ознакомят нас. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Накануне в Верхоинский район вылетела мобильная врачебная бригада. Специалисты по 27 марта посетят здесь 7 населенных пунктов. Также 12 марта многопрофильные врачебные бригады вылетели в Усть-Янский. Среднеколымский, Аймеконский и Нижнеколымский районы. Вылет детских специалистов в Олениокский и Усть-Янский районы запланирован на 18 марта. Напомню, проект «Республиканский центр мобильных бригад» инициировал глава Якутии Айсен Николаев. Работа проводится в рамках исполнения поручения президента страны Владимира Путина по повышению доступности и качества медицинской помощи. Грузоподъемность на ледовых переправах и автоземниках федерального и регионального значения начнут снижать с 1 апреля. Ледовые переправы и автоземники центральных районов будут закрыты ориентировочно 15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. В арктических и северных районах тем временем закрытие ожидается 20-25 апреля. Для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности ледовых переправ и автоземников, Министерство транспорта настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. С 15 по 18 марта в Якутии запретили использование беспилотников. Ограничения вводятся на период проведения выборов президента Российской Федерации. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. Меры направлены на повышение уровня общественной безопасности в местах массового пребывания людей на объектах, задействованных при проведении выборов с учетом угроз, связанных с проведением специальной военной операции. Но уже в эту пятницу в Якутии откроется 811 избирательных участков для проведения выборов президента Российской Федерации. На всех участках все три дня голосования с 15 по 17 марта будут работать более 2,5 тысяч независимых наблюдателей от Общественной палаты республики. Также при Общественной палате региона 14 марта откроется Центр общественного наблюдения, где в режиме реального времени будет транслироваться видео с камер наблюдения на участках. Работники питомника лесных бизонов, расположенного в труднодоступной отдаленной местности в горном районе республики, проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом сообщил член региональной цирки Евгений Рябченко. По его словам, в досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных местностях в Якутии на выборах президента России проголосовало 7 047 избирателей. Это чуть больше 1% от общего количества избирателей по всей республике. Среди них, как правило, работники метеостанций, животноводы, рыбаки, вахтовики и оленеводы. Напомню, в Якутии досрочное голосование в труднодоступных отдаленных местностях проходит с 25 февраля по 14 марта. Всего планируется охватить свыше 14 тысяч избирателей, из них 13,5 тысяч наземным транспортом и 852 избирателя автотранспортом. Месяц назад, 7 февраля, в Верхневилюйске вследствие смещения грунтов произошел обрыв трубопровода в районе водопроводного колодца. Ремонт идет и по сей день. На помощь приехала бригада из Якутска. Работали 7 единиц техники и более 20 сотрудников в дневную и ночную смены. Пока производили земляные работы, добирались до места повреждения трубопровода и делали откачку воды из-за низких температур, произошло промерзание в нескольких местах. На ремонт бросили все силы. К водопроводу были подключены несколько больших многоквартирных домов. Общая протяженность двух колец 17 километров. В рабочем состоянии 11. В принципе, на сегодняшний день у нас трубопровод уже сутки работает. Уже в обычном рабочем режиме, в кольце. Ждем. Если все хорошо, то закончится. Сегодня мы, наверное, ремонтные работы уже закончим. Поврежденных участков, которые у нас сейчас пока на хомутах временно стоят. Сегодня их добьем. У нас часть трубопровода заморожена стоит. Это вот через село Андрейское, которое идет. Его будем в летний период отогревать. Но так как там нет МКД и потребителей запитанных, мы приняли решение его до лета оставить. День коневода-табунщика пройдет в Верховенском районе с 5 по 7 апреля. Традиционно состоится круглый стол, на котором коневоды республики обсудят пути дальнейшего развития коневодства, а также выставка продажа племенных жеребцов, конные скачки и командные соревнования коневодов-табунщиков. Напомню, в прошлом году республиканские мероприятия, посвященные Дню коневода-табунщика, состоялись в Амгинском районе. В командном соревновании среди коневодов участвовали 19 команд из 11 районов республики. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. 16 марта в Государственном театре оперы и балета состоится опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста в трех действиях». И сегодня мы пригласили в гости дирижера заслуженного деятеля Республики Башкортостан Герман Аким и солистку Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия, лауреата и дипломанта международных и всероссийских конкурсов Марию Шапошникову. Доброе утро. Ну, Герман Викторович, вы не первый раз в Якутии. Да. Насколько я знаю, да. Вот как давно приезжали последний раз, и если достаточно давно, то за это время что изменилось в нашем регионе, в частности, в вопросе театра? Изменения есть, произошли в организационном плане, в репертуарном, вот, это большой плюс для театра. Последний раз я был на фестивале, который очень, тоже неплохо был организован, «Стерх», 8 лет назад. Я дирижил «Спартак» и «Лебдиное озеро». В этот раз я приехал на «Царскую невесту» оперу. Я хотел бы пригласить на спектакль 16 марта к замечательному музыку, оперу «Царская невеста римского корсу». В «Трех действиях», что немаловажно, кстати. В «Четырех». А, в «Четырех», да? Мне вот сказали мои редакторы, что в «Четырех», ну, точнее, в «Трех», но в «Четырех» еще лучше, еще больше можно послушать. А вообще, над чем вы сейчас работаете, может быть, помимо «Царской невесты» в театре нашем? Или только «Царская невеста»? Только «Царская невеста», да. А какие-то планы, может быть, уже есть на будущее? А в вашем театре? Да, да, да. Пока несложно сказать. Ну, будем надеяться, что что-то будет еще, будет возможность послушать. Мария, вопрос следующий к вам. У вас, получается, дебют ведущей партии, насколько тоже я знаю, каким было впечатление от этой роли, да, правильно я называю? Просто с «Оперой» я не сильно знаком, поэтому, наверное, роль, да, все-таки? Для меня это большая и очень ответственная роль. Иду к ней очень осознанно. Начинала еще разучивать с педагогом, профессором РСФСР, СССР, Санегиной Горовной Ильиной в высшей школе музыки, когда еще училась студенткой. Далее я продолжила рассматривать партию. В нашем театре оперы-балеты, когда поступила, и работала с Альбиной Михайловной Борисовой. Мы оттачивали мастерство, пантиленное пение. И с прошлого года я являюсь студенткой Новосибирской консерватории и тоже подготовила эту партию. Вот в несколько раз, да, у вас было соприкосновение с этой партией, и вот как бы теперь партия ваша. И вы видите ли в этом, может быть, какой-то символизм, какой-то знак? Да, конечно, символы, они везде, кругом, каждый раз подсказывают. И то на конкурсах постоянно встречается именно этот репертуар. Ну и в основном, так сказать. Ну, случайности не случайны, да, всегда можно использовать эту фразу. Герман Викторович, вопрос такой, да, ну вот, грубо говоря, вы вот как одно целое сейчас представляете оперу, в принципе, да, вы с точки зрения дирижирования, с точки зрения непосредственно исполнения роли. Но к вам вопрос именно как к человеку уже с опытом большим, что бы вы могли посоветовать молодым, может быть, начинающим артистам, исполнителям оперы, которые только-только, может быть, начинают, делают первые шаги, может быть, даже учатся только этому всему и как-то попланируют свою жизнь связать с этим ремеслом. В первую очередь, конечно, любить свое дело, много слушать, записей очень много в интернете. Можно даже ездить и в столицу, и в Петербург, и в Москву, ну и учиться, учиться. Вот говоря про слушать, ну вот в моем понимании представляют, что все-таки оперные певцы чаще всего, естественно, но это, опять же, с точки зрения профессии, да, слушают, конечно, классические оперные исполнения. Часто ли люди, связанные с таким высоким музыкальным творчеством, скажем так, слушают что-то попроще, может быть, что-то из поп-музыки и тому подобное? Потому что, возможно же, и там можно какое-то вдохновение найти для себя? Конечно, да, разумеется. Можно и разную музыку абсолютно слушать. Главное, чтобы она была качественная. Мария, а вот к вам вопрос именно про сложность, да, оперного пения. Что, на ваш взгляд, в оперной деятельности труднее всего может даваться человеку? Мне кажется, нужно попасть именно к тому педагогу, который раскроет певца и поможет ему реализовать, реализоваться. И я очень благодарна моим педагогам, что и коллективу театра, нашим мэтрам, они очень нам помогают. У нас очень дружный коллектив. Именно помогают своим опытом. Мы перенимаем и стараемся тоже стоять в одном ряду с ними. Ну, а вообще, в целом, ежегодно театр пополняется молодыми исполнителями, солистами. Был ли в вашей пути становления, учебы чей-то, может быть, совет, который бы вы хотели передать дальше тем, кто новые поколения будут приходить? Ну, как говорит мой педагог Анегина Егоровна Алина Дмитриева, всегда нужно учиться, учиться, еще раз учиться всем азам. Пока есть время, возможность, нужно все схватывать на лету. В общем, все упирается в постоянное саморазвитие и обучение. Но вернемся все-таки к царской невесте. Мы пригласили наших зрителей 16-го числа. Чего им ожидать? Может быть, какие-то нововведения, новшества? Чем может их поразить то, что будет представлено 16-го марта? В первую очередь, это гениальная музыка, замечательная, красивейшая. Полная страсти и любви. То есть, весь спектр человеческих чувств проявляется в этой драме, в сюжете. И это классика. Ну, может быть, бывают же случаи, когда берут классику, и все-таки какое-то что-то свое туда пытаются привнести. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну, разумеется, конечно, исполнители разные. Укажут свое видение, какие-то нюансы. Сценографическое решение классическое. Герман Викторович и Мария, спасибо вам большое за эту беседу. Я, во-первых, желаю вам 16-го марта произвести фурор, собрать аншлаг. И я думаю, еще раз мы напомним зрителям нашим, что в Театре оперы и балета Республики Саха-Якутия 16-го марта состоится в Государственном Театре оперы и балета опера Николая Римского-Корского «Царская невеста» в четырех действиях. Приходите, послушайте, и вообще присоединяйтесь к таким классическим вещам. Я на этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Завтра в это же время, в этом же месте. До встречи.